Разрешите поприветствовать вас всех. Спасибо большое. В принципе, это вот такой второй раунд наших встреч, наших встреч по наболевшим и животрепещущим вопросам в нашей стране, общественно-политической ситуации в нашей стране. Первый круглый стол, если вы помните, форум был посвящен свободе слова. И тогда это была действительно очень острая тема, продолжает оставаться в зоне нашего внимания. Мы к ней вернемся еще. А вот последние события в связи с инициативой по проведению референдума и внесению изменений в Конституцию, я думаю, что не оставило никого равнодушных. И мы так, в общем, очень быстро попытались организоваться для того, чтобы общество отреагировало. Тем более, что действительно общество очень близко к сердцу восприняло это и сразу. Это было видно по соцсетям. Поэтому мы решили собрать вас всех, чтобы высказаться вовремя. И, может быть, это как-то будет влиять. Хотя я не очень уверена после вчерашней пресс-конференции Атамбаева, что что-то можно будет изменить. Но кто знает. Поэтому мы должны, во всяком случае, высказаться и свои опасения, и вообще высказаться по этому поводу. А уже там будем смотреть по ситуации. Наше общество очень такое, скажем, ну как сказать, ожидать можно всего в нашей стране и от нашего общества. Поэтому давайте начнем этот разговор и будем смотреть, как это будет дальше расходиться кругами по стране, среди людей простых, если это действительно нужно или это не нужно сейчас. И поэтому сегодняшний круглый стол мы хотим начать с выступления Зайнидина Курманова. Он рассказывает вообще об опыте конституционализма в нашей стране. Это очень важно, поскольку вы все знаете, что конституция в нашей стране менялась 8 раз. Где-то, да, Зайнидин? 9 уже. И, значит, есть другие выступающие. Есть вот, пришел Иркин Алынбеков, который был членом последнего конституционного совещания, которые вот сегодня очень сильно критикуются, вчера, вернее, серьезно критиковались президентом Атамбаевым. У нас здесь находится Челкун Эдина Джакупова, ныне депутат Челкурку Кенеша, от которого серьезно зависит вот эта вот подача и реакция, как они воспримут это. Потому что все-таки они должны будут принимать решение по референдуму. И поэтому хотели бы знать ее мнение о правовой стороне этого вопроса. Ну и, пожалуйста, микрофон открыт для всех, время не ограничено. Мы хотим услышать ваше мнение.